Всем привет! С вами молодежная телепередача Твой выбор! Как приятно прогуляться по родному городу Но при таких прогулках даже и не подозреваешь, что рядом могут происходить такие интересные события На этой неделе нашу съемочную группу пригласил в гости один необычный музыкальный коллектив города Они собираются под крышей родного института НТИ, чтобы окунуться в атмосферу творчества В одну команду этих ребят объединяет любовь, любовь к рок-музыке Себя они называют Tidal Wave, что означает приливная волна Я закончила музыкальную школу с отличием Ездила на несколько олимпиад музыкальных, где мы брали первые места Меня пригласили в группу, я стала петь, пошла заниматься пением И сейчас все очень здорово и все получается Меня во втором классе мама отвела на хор Я пела русские народные песни, играла на баяне аккордеоне Почти каждый день ребята проводят вместе Они сочиняют музыку, делятся друг с другом идеями и креативом Творчество – это процесс, который затягивает Поэтому часто в угоду музыке приходится жертвовать не только временем, отведенным на отдых, но и часами учебы Родители недостаточно хорошо относятся к этому Они думают, что музыка мешает учебе, у них там долгов целая туча Да, это так, не буду скрывать Родители относятся не очень хорошо, потому что они думают, что я все время провожу на репетициях и не уделяю время учебе А на самом деле как? Так и есть Только от рок-музыки я могу расслабиться по-настоящему, получить удовольствие Кто-то проводит свои вечера перед телевизором, кто-то пьет пиво в подъездах, а эти ребята нашли себя в музыке Молодость – тот самый период, когда наступает пора делать выбор И от того, какой он будет, во многом зависит будущий успех Не упусти свой шанс, ведь это твой выбор Рэп Как много в этом звуке для сердца русского слилось Это культура, пришедшая к нам с запада Почему же простые навуральские парни так увлечены этим музыкальным направлением? И чтобы получить ответ на этот вопрос, мы посетили рэп-фестиваль, прошедший в эти выходные в концертно-спортивном комплексе Здесь выступали две городские команды – Терция и В6 Фемили Некоторым покажется, что это про наркотики и тому подобное На самом деле наоборот, то есть мы стараемся показать, что этого не стоит делать Не стоит управлять наркотики Если кто-то что-то это делает, это не значит, что другие должны это делать Культура рэпа может иметь воспитательный эффект Если истинное вреде алкоголя и наркотиков объяснять молодежи ее же языком, облеченным в музыкальную творческую форму То это и воспринимать будет легче и естественней Группа Терция – это название музыкальное, означает три звука, созвучие Раньше у нас просто было трое, сейчас двое Сейчас у нас пошли именно треки про протесты Именно то, что алкоголь, вот эта вся жизнь, которая складывается из-за алкоголя То, что в России беспредел творится, вот этому протест Пришедшая на фестиваль молодежь двигалась в стакт-биту и активно поддерживала своих исполнителей Фестиваль прошел в теплой, дружеской атмосфере, чисто по-пацански Настроение веселое, радостное, особенно когда слышишь звучание птиц У меня ничего не меняется Тепло, скоро лето, скоро отпуск, выходные Да, я даже не знаю, никак Веселое настроение Конечно, тепло и хорошо так на улице Крышу сносится Чувство радости, солнышко, тепло Даже очень хорошо меняется Настроение поднимается и так далее Подготовка к этому событию шла в течение нескольких месяцев Из 30 красавиц на кастинге выбрали только 15 С девушками работали визажисты, стилисты, а также психологи Конкурсантки обучались хореографии и дефиле И вот увидеть кандидаток на титул мисс на Уральск, а заодно и поддержать их, горожане смогли 25 марта в Театре Аперета Урала Болею за Валерию Зорину Спасибо организаторам и спонсорам данного шоу Вот Анна Бурухина, 11-я в списке Безусловно, каждый голосует за свою знакомую И мы тоже считаем, что наша Аня достойна лучших наград Ну, вообще, определенного такого человека, за которого я бы пришла поболеть, не было На самом деле, по стилю, по содержанию, мне понравилась девочка под номером 8 Ее зовут часто смотрю Смирнова Елена и желаю ей победы Я пришел поддержать Лидию Сергеевну Кочеткову Это номер 5 Вот, это моя очень хорошая понруга, коллега, сотрудница Мы очень долго друг друга знаем, более 6 лет Вот, поэтому, можно так сказать, к сердцу прикипевший человек И хотелось бы, чтобы она сегодня победила Мы сюда пришли болеть за нашу одноклассницу Светлана Елдашева Очень за нее рады, что она у нас финалистка И очень гордимся, что она здесь участвует, в данном корпусе Болею ни за кого, пришел просто поставить конкурс Просто было интересно В сценарии был задуман по мотивам фильма «Дьявол носит Прада» Номинантки красивой походкой расхаживали в костюмах Дьяволиц, в купальниках В дизайнерских коллекциях от Антона Щеколева и Ольги Шубиной После нескольких дефиле компетентная жюри выбрала семерку финалисток Зрители активно поддерживали девушек аплодисментами Приз зрительских симпатий взяла студентка медицинского колледжа Елена Смирнова Вице-мисс Новоуральск стала студенткой НТИ Нияуми Фи Анна Бурухина Зрительскую поддержку подтвердила победа Елены Смирновой Именно она теперь носит титул мисс Новоуральск Самым трудным было для меня практически все Потому что я не занималась в модельных агентствах Я начинала с нуля Я училась ходить, я училась улыбаться, я училась держаться на сцене Я научилась всему благодаря нашим преподавателям И всему коллективу, который нас готовили Победа досталась очень сложно На протяжении двух месяцев мы готовились, упорно готовились, практически ежедневно Я считаю на самом деле, что каждая девушка была достойна этой номинации Потому что все старались, все были на высоте Все молодцы, все самые красивые И хочу пожелать, чтобы все девушки в будущем году не стеснялись, не прятали свои красоты И обязательно участвовали в подобных конкурсах Вот такие события происходят в нашем, с виду, тихом и мирном городе Целые сенсации Так что не проходите мимо, забегайте на огонек Ровно через неделю, пока Программа создана по заказу Молодежного совета При главе Новоуральского городского округа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова